Слава Украине! Привет всем от Полонского! По поводу, так сказать, типа грядущего наступления российской армии. Ну, во-первых, я, скажем так, не, я верю в большое наступление, может быть, вполне может быть, и, ну, верю, знаете только почему? Просто потому, что российской армией руководят идиоты, и всей России руководит идиот. Поэтому, ну, можно охотно верить в наступление российской армии. В конце концов, я же не верил в то, что Россия нападет. Но я никогда не делал поправку на идиота, на идиотизм российской власти. И поэтому, действительно, я ошибался. То есть, так же сейчас, как и 24 февраля, можно сказать, что российского наступления не будет. Принимая во внимание, скажем так, обычную человеческую логику и элементарное понятие того, что может произойти после того, как расисты начнут наступать. Но, опять-таки, делая поправку на идиота, понимаешь, что все может случиться. Но, интересно, что сами расисты, сами пропагандисты и пропагандончики побольше, поменьше, разного калибра, подчас высказывают такое мнение, что вот с имеющимися у расистов на сегодняшний день силами и средствами, лучше в атаку не идти, тем паче в большую. Вот можете послушать, что говорит один из пропагандонов. Не знаю его имени, знать не хочу. Но, в любом случае, его рассуждения, поскольку он все-таки на НТВ, один из центральных, одной из центральных телепомоек, соответственно, его допущен к корыту, и его рассуждения можно принимать к сведению. Ссылка, как обычно, в описании к данному ролику. Интересно он говорит на эту тему. Так вот, он категорически против того, чтобы Россия начала наступать, потому что он понимает, чем это все закончится. Это закончится таким же погромом, как в 1920 году поляки, кстати, при помощи украинцев, нанесли кровавым бандам бандита Тухачевского. Помните, был такой генералишко, кровавый просто. Кстати, которого потом, это же мясорубка, таких же кровавых бандитов. И, собственно говоря, перебыл на форшмак потом. Но это было позже. А в 1920 году он хотел тогда поставить на колени Польшу, и хотел, просто хотел убивать поляков, да и все, что там разбираться. Украинцев поубивали, можно поубивать поляков. Как обычно там на России, да, положено. Надо кого-то резать. Если резать снаружи некого, будем резать своих. Но резать надо обязательно кого-то, это 100%. Да, так вот он тогда наступался под Варшавой, что поляки с украинцами вместе ему так насовывали, что он бежал потом назад без штанов, вместе с своей галаштанной, галадрипанной армией, аж до Москвы назад бежал. Было такое дело. И вот сейчас, исходя из того, что мы видим, и, кстати, Институт изучения войны говорит абсолютно то же самое, что он не видит возможности для удачного для расистов сегодня наступления. Просто в силу отсутствия, глобального отсутствия сил и средств для того, чтобы это наступление проводить. Единственное, что у них вдоволь, это личного состава, полуобученного или необученного вообще, или необутого, или неодетого, или бухого, или уколотого, или все одновременно. То есть, личный состав состоит из чмобиков, которых действительно очень много, которых там призвали, они говорят 300 тысяч, на самом деле говорят, что может быть и 500 тысяч призвали, их там никто не считает, их даже там не кормят. Смысла нет, одноразовое. Вот. То, да, этих чмобиков могут послать в последний решительный бой. Ну, толку будет ровно столько же, сколько со всех остальных вот этих вот пехотных сражений. Ну, бессмыслица, абсолютно полная, когда по трупам одних чмобиков бегут другие чмобики, а по их трупам бегут третий, и так до бесконечности с нулевым продвижением. Мы сейчас все это видели в Солидаре, когда они положили несколько тысяч человек, чтобы взять два квадратных километра. А теперь в Бахмуте абсолютно то же самое. Они тупо ложат сотнями своих этих вояк, абсолютно не задумываясь о потерях. И продвижение составляет два квадратных метра. То есть, ничего. И вот таким вот образом они хотят победить Украину. Но если вы таким образом будете победить, победить, побеждать, побеждуть, то вам понадобится миллионов 15 людей. Положить, конечно же. С тем, чтобы хоть куда-то там дойти. Ну, короче, полный бред и идиотизм. Речь идет о том, что, короче говоря, скорее всего Путин, эту всю банду вот этих недомков, которых он могилизировал, так и пошлет в атаку. Скорее всего, уж а так и будет. Атака захлебнет. А дальше я полностью согласен вот с этим пропагандоном, о котором я сейчас рассказывал. А дальше Украина нанесет контрудар. И вся их оборона рассыпется к чертовой матери. Вот так оно все, это реально и будет. Надеяться расистам на то, что Путин достаточно благоразумен и не погонит в атаку вот этот свой личный состав, назовем его так, который он успешно могилизировал для чего-то. Ну, ты же их могилизировал для чего-то. Значит, надо посылать в атаку. Надежда на то, что он их не пошлет в атаку, я, честно говоря, особых не имею. Таки он их пошлет, они побегут, они оставят там тысяч двадцать, тридцать, двухсотых, еще под сотню тысяч, трехсотых. Это все, к чертовой матери, у них развалится, а тогда им наступит кирдык. Слава Украине!